Человеческая жизнь в среднем длится около 80 лет. Кажется, что это значительный срок, однако в сравнении с возрастом нашей родной планеты это словно песчинка в огромной пустыне. По современным оценкам возраст Земли составляет примерно 4,5 миллиарда лет. Эти данные базируются на радиоизотопной датировке особых метеоритов, так называемых хондритов, образовавшихся до начала формирования планет. Возраст нашего Солнца чуть больше. Нашей замечательной звезде около 4,6 миллиардов лет. Однако планетная система нашей звезды далеко не самая старая в сравнении с древнейшими обнаруженными экзопланетами. В этом видео мы пробутешествуем к самым древним из обнаруженных экзопланет, существовавшим еще задолго до того, как Солнечная система начала формироваться. В 2020 году астрономов привлекла звезда TOI 561, находящаяся в 280 световых годах от Солнца в созвездии Секстант. Эта звезда представляет собой желтый карлик по размеру и массе чуть меньше нашего Солнца. Она была рождена в одной из ранних областей звездообразования около 10,5 миллиардов лет назад. Таким образом, звезда TOI 561 считается одной из старейших звезд нашей галактики. Она располагается в ее толстом диске в числе ранних звезд, которые отличаются низким содержанием тяжелых элементов. Тем удивительнее стала находка космического телескопа ТЭС и наземного телескопа КЕК-1. Наблюдения за этой звездой в течение нескольких лет позволили обнаружить целую систему планет, среди которых были миры с твердой поверхностью. Ближайшая к звезде и самая горячая планета системы TOI 561b. Этот мир представляет собой суперземлю с ультракоротким периодом обращения, радиус которой почти в полтора раза превышает земной. Год на этой планете длится менее половины земных суток. В результате такой близости к звезде ее поверхность разогревается до ошеломляющих 2200 градусов по Цельсию. Для сравнения, температура на поверхности Венеры, самой горячей планеты в Солнечной системе, составляет около 470 градусов по Цельсию. По разным оценкам, масса этой горячей суперземли составляет от 1,6 до 3,2 земных, а плотность от 3 до 5,5 граммов на кубический сантиметр. Если верхняя оценка плотности верна, то эта экзопланета представляет собой каменистый, но обедненный тяжелыми металлами мир по своему составу, напоминающий Землю. Нижняя оценка плотности в 3 грамма на кубический сантиметр необычно мала для планеты такого размера и предполагает, что она более чем наполовину состоит из воды. Получая в 5100 раз больше излучения от своей звезды, чем Земля, TOI 561b должна была утратить свой газовый слой и практически все летучие вещества. Поэтому если планета когда-то была покрыта океаном, он испарился, образовав толстую атмосферу, которая позволяет этому миру казаться более крупным, менее плотным и более богатым водой. Если это действительно водная экзопланета, TOI 561b станет подтверждением гипотезы о рождении суперземель за снеговой линией и их миграции по направлению к своей звезде. Вторая планета системы TOI 561c это небольшой газовый мир. Такие планеты еще называют мини-нептунами и по составу он напоминает ледяные гиганты солнечной системы, только намного горячее и гораздо ближе к своей звезде. Планета совершает полный оборот вокруг светила примерно за 11 дней, а температура на ее поверхности достигает почти 580 градусов по Цельсию, все еще больше чем на Венере. С радиусом почти в три раза больше земного и массой от 5,5 до 7 земных, плотность TOI 561c примерно соответствует плотности Нептуна. Две другие планеты TOI 561d и E немного меньше с радиусами в 2,5 и 2,7 земных, но значительно массивнее с массами в 12 и 16 раз превышающих земную. Таким образом эти планеты имеют плотность более 4 граммов на кубический сантиметр. Это указывает на то, что они могут быть океаническими мирами с содержанием воды более 50% от массы или иметь тонкую водородно-гелиевую атмосферу поверх водной мантии и каменного ядра. Планетная система звезды TOI 561 сформировалась более 10 миллиардов лет назад. Однако даже она меркнет по сравнению с галактическим старожилом, о котором вы совсем скоро узнаете. Планету Кеплер 16b часто называют первым миром, вращающимся около двойной звезды. О ней и подобных ей планетах мы сделали отдельный ролик, который можно найти на нашем канале. Однако она не была первой обнаруженной планетой, вращающейся по циркумбинарной орбите. Как и в случае с другими экзопланетами, первая обнаруженная планета этого типа обращалась вокруг мертвых звезд. В 1990 году в 12 тысячах световых годах от нас в созвездии Скорпион был найден пульсар. Судя по миллисекундному периоду вращения, рядом должна была присутствовать звезда Компаньон. Чтобы проверить эту догадку, был проведен анализ испускаемых пульсаром маякоподобных вспышек. И в результате были обнаружены соседствующий с пульсаром белый карлик и планета, обращающаяся по циркумбинарной орбите около двух погибших звезд. Открытая планета представляла собой массивный газовый гигант в два с половиной раза тяжелее Юпитера, а его орбита пролегала очень далеко от звезд, на расстоянии почти трех с половиной миллиардов километров. Это настолько далеко, что в Солнечной системе она находилась бы где-то между орбитами Урана и Нептуна. Эта находка полностью перевернула наше представление о процессе образования планет у пульсаров. Считалось, что протопланетные диски вокруг пульсаров формируются из разорванной на части соседствующей звезды, но данные наблюдений показывали, что звезда-компаньон этого пульсара никуда не пропала. Даже если на формирование протопланетного диска ушла лишь часть массы компаньона, как могла столь массивная планета сформироваться на таком большом расстоянии от звезды? К тому же орбита планеты была довольно сильно отклонена относительно орбит своих звезд, а значит, вероятнее всего, они формировались по отдельности. Из этого следовал вывод, что планета была каким-то образом захвачена. Область, где находились пульсары Белый Карлик, не была изолирована от остальной галактики. Наоборот, пара звезд располагалась в древнем шаровом скоплении. При гравитационном коллапсе газопылевого облака рождается далеко не одна звезда. В результате фрагментации плотных областей газа появляется тесная группа звезд, называемая звездным скоплением. Эти скопления могут насчитывать от десятков до сотен тысяч новых светил. Родившись в одном газопылевом облаке, такие звезды имеют один и тот же возраст, хотя из-за разницы в массе и размерах у них могут быть разные продолжительности жизни. С течением времени звездные скопления, как правило, рассеиваются, оставляя после себя разделенные большими расстояниями одиночные звезды, двойные системы и небольшие звездные группы. Однако самые старые и крупные скопления содержат сотни тысяч и даже миллионы Солнца и сохраняют свою плотную структуру. Такие звездные скопления называют шаровыми, они формировались в период, когда галактика была относительно молодой. Как раз в одном из таких древних исполинских скоплений под названием Месье 4 находится пульсар, название которого вы можете видеть на своих экранах. Масса скопления составляет около 70 тысяч солнечных масс, диаметр примерно 75 световых лет, а возраст почти 13 миллиардов лет. И если обнаруженная планета рядом с пульсаром изначально сформировалась в окрестностях молодой звезды, родившейся в скоплении, она должна иметь примерно такой же возраст. Это значит, что мы имеем дело с одной из самых старых планет, которые мы наблюдали. Этой экзопланете дали прозвище Мафусаил в честь библейского персонажа, который, согласно легенде, закончил свою неправдоподобно долгую жизнь в возрасте 969 лет. Существование этой планеты объясняется тем, что ее система находится в густонаселенном звездном скоплении. Вероятнее всего, изначально планета сформировалась в обычном протопланетном диске вокруг молодой звезды. На протяжении своей жизни планетная система со своей звездой перемещались по заселенному множеством светил в ядру скопления. Объекты там располагаются так близко друг к другу, что взаимодействие между звездами, которые в других обстоятельствах случаются очень редко, здесь вполне обыденно. Находясь в таком окружении, в какой-то момент звезда с планетой оказались рядом с двойной системой, нейтронной звездой и ее компаньоном. В результате взаимодействия трех звезд, звезда с планетой заняла место бывшего компаньона нейтронной звезды. Планета была выброшена на край системы и стала обращаться вокруг новообразованной звездной пары. Спустя какое-то время в процессе звездной эволюции материнская звезда превратилась в красного гиганта. Ее внешние слои со временем перетекали на нейтронную звезду, и звезда-гигант в конце концов относительно спокойно стала белым карликом, так как была слишком мала, чтобы взорваться в качестве сверхновой. В это же время нейтронная звезда претерпела процесс раскручивания, превратившись в миллисекундный пульсар. Все это не доставило неприятностей юпитероподобной планете, и она стала вращаться около двух мертвых звезд. Только представьте, сколько событий и преобразований пережила эта планета за почти 13 миллиардов лет своего существования. Это был рассказ о древнейших экзопланетах, которые нам удалось обнаружить. Если ролик понравился, подписывайся на канал Астро Демиург, и вместе мы посмотрим, куда приведут нас научные знания и воображение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok